Зайнаб бин Хузайма Затем он женился на Умм Саляма Хинд бин Абу Умайя Аль-Курашия Аль-Махзумия ради Аллаху Анха. Имя ее отца Абу Умайи. Она пережила всех жен посланника Аллаха и умерла в 62 году по хиджри. Джуайрия ради Аллаху Анха. Джуайрия бин Аль-Харис ибн Абу Дирар Аль-Мусталикия ради Аллаху Анха была в числе пленных, захваченных в походе на Бану Мусталих. Затем она обратилась к посланнику Аллаха с.с. с просьбой помочь ей выкупиться из плена. Посланник Аллаха с.с. заплатил за нее выкуп и затем женился на ней. Зайнаб бин Джахш ради Аллаху Анха. Затем посланник Аллаха с.с. женился на Зайнаб бин Джахш ради Аллаху Анха из племени Бану Ассад ибн Хузайма. Она является дочерью Умаймы, его тетей со стороны отца. Относительно нее был неспослан Аят. А когда удовлетворил Зайт по отношению к ней свое желание, женился и имел с ней близость и затем развелся. По завершению после разводного срока Зайнаб женили мы тебя на ней. Сура Аль-Ахзаб аят 37. И она гордилась этим среди жен пророка с.с. и говорила, вас выдали замуж ваши семьи, а меня выдал замуж Аллах с высоты семей небес. Из ее особенностей это то, что когда она выходила замуж за посланника Аллаха с.с. ее опекуном был сам Аллах с.с. и он выдал ее замуж с высоты небес. Она умерла в начале правления Умара ибн Аль-Хаттаба. Первый раз в жизни она вышла замуж за Зайт ибн Хариса ради Аллаху Анху, которого когда-то усыновил посланник Аллаха с.с... Когда же Зайт развелся с ней, Аллах Всевышний выдал ее замуж за своего посланника для того, чтобы эта женитьба стала примером дозволенности женитьбы на бывшей жене усыновленного. Умм Хабиба ради Аллаху Анха. Затем посланник Аллаха с.с. женился на Умм Хабибе ради Аллаху Анха, имя которой Рамля бинд Абу Суфьян Сахар ибн Харб аль-Курайшия аль-Асадия. Он женился на ней, когда она находилась на земле Эфиопии, будучи переселившейся туда ради сохранения своей веры. Брачный дар в размере 400 динаров за нее вместо посланника Аллаха заплатил эфиопский царь Негус и затем ее привезли к посланнику Аллаха с.с. Она умерла во времена правления ее брата Муави ради Аллаху Анху. София ради Аллаху Анха. И также он с.с. женился на Софии бин Хуяй ибн Ахтаб, дочери вождя племени Бану Надир, который являлся потомком пророка Харуна ибн Имрана, брата пророка Мусыя алейхим с.с. Она, ради Аллаху Анха, является дочерью, то есть потомком пророка и женой пророка. Она была самой красивой женщиной из всех женщин. Она оказалась у посланника Аллаха с.с., будучи плененной, и стала его рабыней. Он же освободил ее из рабства и сделал ее освобождение брачным даром для нее. И это стало одной из сун. Маймуна ради Аллаху Анха. Затем он с.с. женился на Маймуне бин Аль-Харис, Аль-Хилалия ради Аллаху Анха. Она стала последней из тех, на ком он женился. Он женился на ней после выхода из состояния запрета и храм. После совершения умры, восполнения умры Аль-Када. Нет разногласия относительно того, что на момент смерти пророка, с.с., у него было девять жен. После его смерти, первой из его жен умерла Зейнаб бин Джаш в 20-м году по хиджри. А последней умерла Умм Саляма ради Аллаху Анха в 62-м году по хиджри, во время правления Язида бин Муавии. Саляма ради Аллаху Анха.